Девочки, привет! У нас суббота, время уже практически после обеда. Я валялась на диване, как-то мне сегодня ничего не хочется делать, и думала о том, что я хочу кушать, и при этом смотрела блогеров ютубских, да, и попался мне один смешной доктор, он очень, кстати, умный дядька, и он рассказывал о вреде шоколада, который не содержит сахара или там горького шоколада. В общем, звонок в дверь, посылка, и я получаю посылку. Посылку я получила от Наташеньки, от Наташи Хоффман, Наташа, которая распространяет Фаберлик. Если кому-то хочется что-то заказать, телефон Наташи я оставляю в описании. Так, и что же я получаю? Я получаю вот такой потрясающий вкусный шоколад. Я знаю, что он потрясающе вкусный, потому что многие про него уже рассказывали, и Алина в том числе, и вот, он даже выглядит потрясающе вкусно, и при этом прям мой бренд, моя девичья фамилия выпускает шоколад. Спасибо, Наташа, огромное! Ну, когда я делала у вас заказ, были скидочки, я, естественно, не удержалась. Я же страшная сладкоежка. И как можно было не заказать вот такую вкусняшечку, которая не очень полезная. Ну, мозг-то говорит, что написано без сахара, и это должно быть не так вредно, но, к сожалению, это не так. И еще раз я убедилась, посмотрев это видео сегодня с моим смешным доктором. Так, что же я тут еще назаказывала у Наташи? Так, много шелестелок. Вот такую салфетку, губку двухстороннюю. У меня тряпочек все время мало. Была скидочка, поэтому я заказала еще вот такую тряпочку от Фаберлик. Так, здесь тоже шоколад. Опять же, с моей девичьей фамилией вот такой, с апельсином, имбирем и лук-кумой. Ну, даже не знаю, что это такое. Ну, в общем, назаказывала, да? Так, заказала губки. Мне Наташа присылала в подарок. Очень-очень классный для мытья посуды. Мне очень нравится. Я ее потом кладу в посудомоечную машинку. Вот, посуда умывается, и где-нибудь сбоку ставлю эту штучку тоже постираться. И она у меня очень долго прослужила, прям очень долго. И скидочка была на них. И я заказала себе три штучки. Так, что у нас здесь еще? А здесь еще Наташа мне положила в подарочек. Посмотрите, что еще она мне положила в батончики. Наташа, Наташа, она не может просто, чтобы не сделать подарки. И я, по-моему, это тоже не заказывала. Наташа, тушь. Спасибо тебе огромное. Моя ж ты хорошая. Обалдеть, просто обалдеть. Потрясающий крем, жидкая перчатка. Крем для рук. Я, по-моему, это тоже не заказывала. Наташа, ты мне полпосылки подарков положила. Это очень, конечно, приятно, но... Наташа не может не дарить подарки. Так, и, и, и я здесь заказала кремушек. Не покажу, какой, потому что, потому что это тоже на подарок. Так, здесь средства. Здесь средства от Фаберлик, гель для стирки, деликатной стирки. Это у меня попросила девочка одна, Наташа, заказать для нее. Так, и новый каталожик. И вот такой симпатичный каталожик. Так, сейчас мы пообедаем. У нас есть еще вчерашний тыквенный суп. Сделаю салат. Ничего готовить сегодня не хочу. Будем доедать. То, что наготовлено в холодильнике стоит. Потом я пойду позанимаюсь полезными делами. Что-нибудь помою, почищу и вечерочком на досуге полистаю каталог. Наташенька, спасибо еще раз огромное за подарки. Огромное-огромное спасибо. И я почему-то была уверена, что у меня ванна довольно-таки чистая. Я имею в виду кафель. Ну, как вы знаете, да, ванна это такое дело, что... Она сегодня чистая, завтра грязная. Вот смотрите. Я использую средство ванью. Я развела его в теплой воде. И посмотрите, вот это я уже очистила. Я когда начала брызгать, сразу не засняла, вам не показала и пожалела. И потом увидела, вот на вот этих швах грязь. Она просто-просто собирается, я не знаю как, в комки, просто в комки. Я сейчас все это дело забрызгиваю. И вот прям по стенам видно потеки. Посмотрите, ну, два месяца назад я мыла. Ну, я думала, что я довольно-таки чисто помыла. Мыла с помощью тряпочек от Greenway. И теперь посмотрите. Просто реальная грязь. Разница, да? Видно? Это кажется, что с помощью средств от РЗАК я отмою свою квартиру до идеального состояния. Я думала, что это со временем, просто от того, что, ну, как влага, да, в ванной. И что это нужно снова красить. А нет, это все отмывается. Красотень. Что я могу сказать? Только брау баню. И вот здесь я уже все это отмыла. Посмотрите, да, чувствуется же разница. Свет отличается. Ну, что, готова. Сияющая чистота. Я довольна результатом. Действительно довольна. Банью, ты молодец. И при этом очень вкусно пахнет. И при этом я работала без перчаток. У нас уже сегодня воскресенье. У меня готовка полным ходом. У вас тоже такой бардак на кухне, когда готовите. Я, в общем, фронт работы распределила. Все достала, все подготовила. И потом по ходу действия уже делаю одно за другим. Итак, у меня здесь варится суп. Обыкновенный постный суп будет картофельно-овощной. И я добавлю еще немного кускус. Здесь делается зажарка. Лук-морковка. Кстати, девочки, сковородки в использовании вообще просто шикарные. Сегодня утром делала себе яичницу прямо на сухой сковородке. Вообще без грамма масла. Я прям очень довольна сковородками. Далее, что у меня по плану. Здесь я перемыла, как говорится, зелень. Она у меня немножко отсыхает здесь. Нарезала уже фиолетовый лук. Прикрыла, чтобы не сильно пахло. Это все будет салат. Салат я буду делать из кускус. Вот тоже я его запарила. Кускус я тоже делаю на глаз. Где-то приблизительно вот так. Насыпаю крупы и заливаю кипятком на один фаланг пальца, чтобы кипяток покрывал. И вот, посмотрите, целая чашка. Присолила немного, закрыла крышкой и оставила его в покое. Вот он одновременно набухает, одновременно остывает и подойдет к салату. Здесь у меня сушеная клюква. Я ее сейчас залью теплой водой, чтобы она немного постояла. Это все будет салат. И потом еще сделаю заливку вкусную для салата. Готовлю опять на два дня. Сегодня покушать и завтра кому-то что-то на работу, кому-то что-то. После того, как придется с работы покушать. Поэтому такой объем. А здесь еще я подготовила вот тоже. Достала все заморозки. Сережа с дочей постятся. Но сегодня к дочи придут подружки в гости. И надо чем-то угостить девчонок. Так что у меня будет фланг кухен. Тоже тесто уже сто лет лежит в морозильной камере. Срок годности. Аж страшно какой. Поэтому все было заморозено. Вот и сейчас это все размораживается. И я сделаю пиццы на лаваше. И вот такой будет один фланг кухен. Моцарелла обезжиренная. Где-то сыр. Где-то пицца будет с краблыми палочками, зеленью. Ну, в общем, как-то так. Кому потом что понравится, тот и будет кушать. Суп готов. Отстаивается. Вернее, настаивается. Когда картошка готова, все закипело. Я добавляю пару столовых ложек кускус и убираю в сторонку. Ему не нужно кипятиться. Он набухнет. Посмотрите, как выглядит бугур. Вот меленький, который я купила. Клюква, я уже откинула ее на друшлачок, чтобы лишняя влага стекла. Здесь у меня уже все готово. Духовка разогрелась. Отправляю запекаться фланг кухен. Я смазала фриской основу. Сверху бекон. Куриный бекон. Нежирный такой, да. Красный лук, рукола. И присыпала чуть-чуть пармезаном. Наверное, немного еще припорошу перчиком для аромата. Вот так. Все в духовку это дело. И буду делать вот такие пиццы на лаваше. Тоже сделаю пару штучек. Вторая штучка готова. Не знаю, это даже, наверное, нельзя назвать пиццей. Но пусть будет пицца. Очень-очень быстро, без всяких заморочек с тестом. Раз, два, три. Готово. Здесь у меня начинка крабовой палочки, моцарелла обезжиренная, петрушка и фришкеза. Я смазала лепешки творожным сыром. Сверху крабовые палочки. То есть у меня здесь вот основа еще снизу, да. Тоже моцарелла, творожный сыр. Чтобы немножко потолще удобно это было брать, чтобы в руках это не развалилось. Такая красота. Сейчас тоже отправляю в духовку. Фланг кухонь готов. Будет еще одна пицца на лаваше с помидорами. По 10 минут на каждую. Посмотрите, пожалуйста. ПП-пиццы. Самые, что ни на есть, ПП-шные. Легкие, без всякого теста, без масла. Здесь, конечно же, много углеводов в крабовых палочках, но если вот кусочек один, то это не так много. Дочь там уже кусочек хрустящего теста утащила. Я теперь занимаюсь салатом. Как вы видите, у меня здесь уже петрушка. Я добавляю салатную зелень. Все тщательно нужно перемешать, чтобы булгур соединился с зеленью. Или зелень с ним. Там снизу лук еще фиолетовый такой. Шалот даже у меня. Не слишком острый. Его можно было бы сбрызнуть лимонным соком, но я не стала, потому что у меня заправка будет из гранатового дрейзинга. Так, сейчас перемешаю. Добавляю сушеную клюкву. К этому салату даже можно яблоки добавить. Тоже их сбрызнуть лимонным соком и добавить. Тоже получается очень-очень вкусно. И делаю заправку. У меня вот такой гранатовый соус. Он продается у турков, в русских магазинах. Очень часто встречается. Он набирает популярность. Очень вкусно. Наверное, две столовые ложки возьму, потому что салата очень много. У него такой кисловатенький вкус. Сюда же я добавляю красную паприку. Любите острое, то можно и острую паприку добавить. Затем у меня есть вот такая приправа сумак. Она тоже немножко кисловатая на вкус, но она такая интересная. Тоже чуть-чуть совсем. Оливковое масло. Три-четыре столовые ложки. Для аромата цветного перчика. Если на соль смотреть, то, допустим, я когда запаривала булгур, я добавляла туда соль. Можно отдельно потом присолить салат. Но я думаю, что вот из-за вот таких приправ она там, в принципе, и не понадобится. Если у вас есть в наличии яблочный сок, то можно яблочным соком развести, чтобы пожиже был дрейзинг. Но у меня кипяченая вода будет. Поливаю салат. Можно сейчас перемешать. Можно уже перед подачей на стол перемешать. Я, наверное, сейчас перемешаю, чтобы булгур тоже напитался ароматами приправ. Салат готов. Я буду накрывать на стол. У нас время второй час дня. Мы будем обедать. Спасибо вам за просмотренный влог. Берегите себя. Всем добра. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!